Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы с нами. Пригласите кого-то еще к нам присоединиться. Последние несколько недель мы рассматриваем случаи исцеления, произошедшие во время земного служения Иисуса. Изучаем их строчку за строчкой, стих за стихом, потому что исцеление было одним из основных направлений служения Иисуса. Библия говорит, что Иисус ходил повсюду, уча, проповедуя и исцеляя. Это дела Иисуса. И слушая учение слова, вы можете принять дела Иисуса. Верьте. Я призываю вас, высвобождайте свою веру. Ожидайте что-то. Не ждите, чтобы кто-то обязательно назвал вашу нужду или послужил вам конкретно. Прямо смотря эту передачу и принимая учение слова, вы можете получить свое чудо. Вы можете получить свое исцеление. Высвобождайте для этого свою веру. Как я уже говорила, мы разбираем разные случаи исцеления. И сегодня я хочу обратиться к первой главе Марка. И мы рассмотрим исцеление прокаженного. Не знаю, удалось ли вам уже посмотреть предыдущие эпизоды. Я особенно рекомендую вам пройти все части под названием «Школа исцеления», потому что именно в них мы занимаемся этим изучением. И мне нравится стих, который мы рассматривали в предыдущем эпизоде Марка 7, 37. В служении Иисуса только что произошло исцеление глухонемого, и мне так нравятся слова людей, увидевших это чудом. Они чрезвычайно дивились и говорили, «Все превосходно делает». Даже глухих делает слышащими и немых говорящими. Это значит, что Он мастерски служил людям исцелением. Осознаете ли вы, что нам нужно мастерски служить людям исцелением? Нам нужно уметь сотрудничать с исцеляющей силой, умело принимать исцеление для себя. И сегодня в этом небольшом кругу близких людей мы будем учиться. Почему? Потому что хотим совершенствовать свои навыки обращения со Словом Божьим с исцеляющей силой. Так что сегодня мы посвятим время изучению 1 главы Марка с 39 стиха. «И Иисус проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу. Очистись». После сего слова проказа Точес сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, Точес отослал его и сказал ему, «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение Твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Давайте займемся изучением. Вернемся к 39 стиху и прочитаем его. «И Иисус проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов». Заметьте, где были бесы. «Люди, посещавшие синагоги, нуждались в освобождении». Аминь. Они нуждались в освобождении. И заметьте, Он изгонял бесов. Аминь. Когда связанные люди приходят в наши церкви, их нужно освобождать. Их нужно освобождать. Это Иисус и делал в церквях. И спасибо Богу, что эти люди приходили. Спасибо Богу, что они приходили в церковь, потому что вы не найдете освобождения в торговом центре. Ну, как правило. Только если другой верующий послужит вам. Но в первую очередь за освобождением нужно идти в поместную церковь. И в нее нужно приводить людей, нуждающихся в помощи. Аминь. Сороковой стих. «Приходит к нему прокаженный». Вы знаете, что согласно еврейскому закону, прокаженным нельзя было находиться в обществе. Священник, по сути, объявлял человека прокаженным, и его удаляли из общества. Почему? Потому что это было чрезвычайно заразное заболевание. И чтобы защитить остальное общество, прокаженные становились изгнанниками. В 39 стихе говорится, что Иисус проповедовал в синагогах. А потом в 40 стихе приходит к нему прокаженный. Это не могло произойти в синагоге, потому что прокаженному не позволили бы туда войти. Видимо, Иисус послужил в синагоге и выходил из нее, или уже был снаружи, и к нему пришел прокаженный. А прокаженным запрещалось не только быть в обществе, но и подходить к какому-либо человеку, как, например, к Иисусу. Но этот прокаженный подошел. Он взял жизнь в свои руки. Аминь. Он подверг себя опасности, придя к Иисусу. Есть люди и сообщества, которые радикально против проповеди о спасении, против Иисуса. Но тот, кто рискнет и придет к Нему, получит награду. Прокаженный не дожидался, пока Иисус придет и найдет Его. Он пошел и нашел Иисуса. Так часто люди сидят и ждут, чтобы Бог сделал что-то для них. Принес им чудо, принес им исцеление, принес им обеспечение, принес им помощь, принес им победу, принес им мир. А нужно встать и проявить инициативу. Поймите, в девяти из десяти случаев то, что вы получаете от Бога, инициировано вами, а не Богом. Если вы хотите получить что-то от Бога, вам нужно инициировать помощь, вам нужно прийти. И так поступил прокаженный. Он рисковал, чтобы оказаться рядом с Иисусом. Он шел туда, где сможет получить помощь. Если вы нуждаетесь в помощи, не ждите, чтобы кто-то вас разыскал. Если вы член поместной церкви, и, скажем, вы заболели, позвоните, сообщите кому-то в церкви, а не просто сидите дома, огорчаясь, что никто не заметил, что вы заболели. Аминь. Библия говорит, что если мы заболели, мы должны призвать. Иаков говорит призвать пресвитеров. Больной должен призвать. Так что не обижайтесь, если люди не бегают за вами. Если вам что-то нужно, бегите за помощью. Аминь. Вопрос в том, насколько сильно вы хотите помощи. Не ждите, чтобы помощь заявилась к вам. Идите туда, где помощь. Аминь. И поместная церковь должна быть тем местом, куда вы можете прийти и получить помощь. Итак, сороковой стих. Итак, мы видим, что прокаженный пришел и пал на колени перед Иисусом. Что это? Это отношение и позиция поклонения. Таков его подход к Иисусу. Он пришел и склонился на колени перед Ним. Он смирился, осознавая, «У этого человека есть то, в чем я нуждаюсь». Аминь. Когда мы переходим с отношением поклонения, мы занимаем правильное положение, чтобы получить что-то от Него. Вот что произошло. Этот человек занял правильное положение. Аминь. Он признал, что Иисус достоин хвалы. Он признал, что у Иисуса было то, в чем он нуждался. Должно быть, он слышал об Иисусе или видел что-то. Так? Никто не приходит, не увидев или не услышав что-то насчет целителя. Итак, он пришел, и его подход заключался в поклонении Иисусу. Скажем так, подход поклонения – это правильный подход к Иисусу. Почему? Потому что поклонение приносит помазание, а помазание разрушает ермо. Даже не зная множество мест Писания, если вы изберете отношение и позицию поклонения, говоря ему «Я поклоняюсь Тебе, я поклоняюсь Тебе, я поклоняюсь Тебе». Помазание придет. Почему? Потому что он всегда реагирует на сердечное поклонение, а помазание разрушает ермо. Как долго нужно поклоняться? Ну, пока не придет помазание. Аминь. Пока оно не проявится. Так? Прочитаем еще раз сороковой стих. «Приходит к нему прокаженный, и умоляя его, и падая перед ним на колени, он говорит что-то Иисусу. Если хочешь, можешь меня очистить». Он говорит все, что ему известно. Он говорит все, что он знает об Иисусе. Что он знает? Он знает, что Иисус может это сделать. Он не знает, хочет ли Иисус. Мы видим, что ему не хватало знаний. У него были неполные знания. Но он просто пришел с теми знаниями, что у него были. Иисус не прогонит вас, если вы придете с тем, что вы знаете. Он вас не прогонит. Итак, прокаженный говорит Иисусу, во что он верит. Он верит, что Иисус может это сделать. Может исцелить его проказу. Но он также верит во что-то неправильное. Он не уверен, что Иисус захочет это сделать. Но он верит во что-то правильное и во что-то неправильное. У него там смесь. Он верит, что Иисус может исцелить его. Но не уверен, что захочет. То есть у Него есть какая-то мера знаний, мера правильных знаний. Но Его знания неполноценны. Его знания местами ошибочны. У Него смесь правильных и неправильных убеждений. Так? Иисус не оставил Его с ошибочной доктриной. Со смешанной доктриной. Иисус пролил недостающий свет. Он сказал «Хочу». Он исправил недостаток знаний. Почему? Потому что этот человек был в позиции поклонения. Послушайте внимательно. Когда вы поклоняетесь Богу, я имею в виду искреннее поклонение. Вы готовы учиться. Если вы не поддаетесь обучению, вы не поклоняетесь на самом деле. Поклоняющиеся люди говорят «Я приму от тебя все, что у тебя есть для меня». Бывает, во время поклонения Бог начинает говорить с вами о том, как вы обращаетесь со своим супругом. А вы «Минуточку, Бог, я же с тобой говорю о финансах». Нет, если вы поклоняетесь Богу, вы должны быть открыты к наставлению, ко всему, что Он хочет сказать. Человек в позиции поклонения смиряется, чтобы получить что-то. Иисус не оставил этого человека со смесью правильных и неправильных убеждений. Иисус исправил его убеждения, прежде чем стал ему служить. Иисус не оставил его с верным и ошибочным знанием. Какое доброе отношение! Иисус не упрекнул его. Иисус не обиделся, что тот не знал, захочет ли он исцелить его. Иисус просто дал ему необходимый свет. Послушайте, не волнуйтесь о том, чего вы не знаете. Действуйте на основании того, что вы знаете. И когда вы будете действовать на основании того света, который у вас есть, придет тот свет, в котором вы нуждаетесь. Не беспокойтесь. Бывает, дьявол возбуждает в людях страх. «У меня мало знаний, мало знаний». Не беспокойтесь о том, чего вы не знаете. Просто действуйте на основании того, что вы знаете. И Бог введет вас в необходимые вам знания. Он так и сделал для этого человека, не правда ли? Аминь. Поскольку Иисус исправил его, исправил его ошибочные убеждения, мы видим, что нельзя получить что-то от Иисуса с какой угодно версией веры. Нужно иметь библейскую веру. Нельзя просто приходить с тем, что вам кажется. Нужно приходить с верными убеждениями, с библейской верой. Многие говорят, «Я просто верю, что Бог поможет, если сможет, если человек ему нравится, или если повезет». Люди придумывают всякие человеческие нагромождения, и это их версия веры, но не библейская версия. Невозможно получить ответ от Бога при помощи какой угодно версии веры. Нужна библейская версия веры. И Иисус дал этому человеку то, чего недоставало его вере. Иисус исправил его мышление, его доктрину, его убеждения, но не жесткими упреками, а просто пролив недостающий свет. 41 стих. Иисус, умилосердившись над ним, в английском «движимый состраданием». Смотрите, что двигало Иисусом. Не просто этот человек, а его сострадание к этому человеку. сострадание Иисуса мотивировало его помочь этому человеку. Почему Иисус был движим состраданием? Потому что он был полон сострадания. Вами будет двигать то, чем вы наполнены. Вами будет двигать то, чем вы наполнены. Смотрите, чем вы заполняете себя. Если вы полны непрощения, непрощение будет двигать вами. Если вы полны обиды, обида будет двигать вами. Если вы полны веры, вера будет двигать вами. Аминь. Нам нужно быть полными веры, но нам также нужно быть полными сострадания. Я говорю, нам нужно быть полными сострадания. Заметьте, Иисус был полон сострадания, и оно им двигало. Почему? Потому что исцеление – это поток сострадания. Это поток сострадания. И у нас должно быть такое же сострадание к больным, как у Иисуса к этому прокаженному. У нас должно быть такое же сострадание. Вы спросите, как же войти в такое сострадание? Только в одном месте, в присутствии Божьем, пребывая с Отцом состраданием. Чем больше мы проводим времени с Ним, тем больше мы перенимаем Его черты. Потому что можно читать Слово и не иметь сострадания. Просто читать ментально. Можно просто читать ментально, без того, чтобы в вас что-то пробудилось. Но если вы войдете в присутствие Отца сострадания, то, что в нем, начнет течь в вас. Сострадание приходит через общение с Богом. Общение с Богом. При проведении времени с Богом, то, что мотивирует Бога, начнет мотивировать вас. А сострадание мотивировало Иисуса. Как оно к Нему пришло? Через общение с Отцом. И оно излилось из Него, когда рядом оказался нуждающийся человек. 41 стих. Иисус, умилосердившись над Ним, посмотрите, простер руку. Сострадание заставит вас что-то сделать. Вы не просто скажете, «О, я Ему сочувствую». Нет, сострадание приводит к действиям. Итак, Он простер руку, коснулся Его. И сказал Ему, «Хочу очистить». Что Он сделал? Он дал прокаженному недостающий свет. Этот человек не знал, захочет ли Иисус исцелить его. И Иисус сказал, «Хочу». Заметьте, потребовалось лишь одно слово, чтобы исправить доктрину этого человека. Одно слово. Иногда нам кажется, что понадобятся годы. Понадобилось одно слово. «Хочу». И заметьте, проказа передается через прикосновение. Этот человек забыл, что такое прикосновение, но сострадание побудило Иисуса сделать то, чего не делал никто другой – коснуться Его. Коснуться Его. Иисус дал прокаженному то, что он не переживал уже очень давно, чье-то прикосновение, так? И то, что Иисус сказал, исправило мышление и убеждение не только этого человека, но каждого человека. Любого, кто сомневался, хочет ли Бог. Аминь. Иисус навсегда развеял сомнения о Его желании. Всякие сомнения о Его желании исчезли навсегда. Когда Он сказал, «Хочу». Это Моя воля. И когда люди говорят, «Не знаю, воля ли Божья мне исцелиться». О, да, вы знаете. Иисус сказал, что это Его воля, чтобы вы были исцелены. И мы не имеем права отменять то, что Он назвал Своей волей. Это всегда Его воля. Всегда, 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 всегда. Иисус раз и навсегда решил вопрос о Его желании. Не только для этого человека, но для каждого человека. Вопрос решен. Аминь. У нас больше нет права задаваться этим вопросом. У нас больше нет права в этом сомневаться. Потому что Он сказал, что это Его воля. Аминь. Иисус дал ответ каждому человеку. Аминь. Его воля не только исцелить некоторых. Его воля не только исцелить любимчиков. У Него нет любимчиков. Это Его воля. 42 стих. «После сего слова проказа точеса шла с Него, и Он стал чист». Здесь сказано «точес» после слов Иисуса. Не сказано «точес» после прикосновения. Иисус коснулся Его из сострадания. Иисус говорил «со властью и силой». А коснулся Он Его из сострадания. После сего слова проказа точеса шла с Него, и Он стал чист. Что мы видим? У проказа есть уши. Проказа услышала слова Иисуса. И проказа ушла. Потому что она услышала Иисуса. Позвольте сказать. Проказа услышала сострадание. Проказа услышала сострадание. Почему? У проказа нет никакого сострадания. Но когда пришло сострадание, то, что шло с Ним в разрез, вынуждено было уйти. 43 стих. «И, посмотрев на Него строго, тотчас отослал Его и сказал Ему, «Смотри, никому ничего не говори, «Но пойди, покажись священнику и принеси за очищение Твое, что повелел Моисей во свидетельство им». Священник объявлял человека прокаженным, и тот становился изгнанником. И поскольку священник изгонял его из общества, только священник мог позволить ему вернуться в общество. Так что Иисус соблюдал правила. Так? И он сказал, «Пойди к священнику, чтобы он объявил тебя здоровым». И священник не только выполнил бы свою обязанность, но и получил бы личное свидетельство, что есть Целитель. Аминь. Какое свидетельство для священников, для религиозных лидеров того времени. Мы знаем, что именно они в первую очередь противостояли Иисусу и Его служению исцеления. А Он отправлял плоды Своего служения исцеления к ним. Он не делал это из-за обиды или чего-то подобного. Таков был процесс. Человек должен был пойти к священнику, чтобы тот позволил ему вернуться в общество. Но какое замечательное свидетельство для них. Аминь. 45 стих. А он, прокаженный, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем. Послушайте, сложно его в этом обвинить. Я знаю, что Иисус сказал ему этого не делать. Но как тут не восторгаться? Как тут не восторгаться? О таком трудно молчать, так? А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем. Так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Я хочу, чтобы вы увидели. Влияние свидетельства одного человека было настолько далеко идущим, что оно потрясло город и целый регион. Свидетельство одного человека. Свидетельство одного человека. Оно отправило Иисуса в пустыню, потому что Иисус больше не мог появляться в обществе. Но в результате, те, кто по-настоящему жаждали, следовали за Иисусом, выясняли, где Он, искали Его. К Нему стекались такие толпы, что Он был вынужден пойти куда-то, куда вместилось бы это множество народа. Итак, свидетельство этого человека об исцелении привело других к Иисусу. Когда вы получаете исцеление, это может привести других к Иисусу. Аминь. Ваше исцеление должно означать чье-то спасение. Чье-то исцеление. Хватило одного человека, чтобы целый город пришел в движение, а затем к Иисусу приходили отовсюду, со всего региона, и за свидетельство об исцелении одного человека. О чем я? Рассказывайте свое свидетельство. Рассказывайте свое свидетельство. Рассказывайте, что сделал Иисус. Вы не знаете, чье спасение будет с этим связано. Вы не знаете, какое пробуждение будет с этим связано. Пробуждение произошло в этом регионе, потому что этот человек рассказал свое свидетельство. Ваше свидетельство полно силы. Аминь. Рассказывайте его. Вам оно может казаться не таким впечатляющим и сильным, как свидетельство этого человека, но когда кто-то слышит о чем-либо, что Бог делает для вас, это открытая дверь для Бога сделать это для кого-то еще, кто поверит. Не для того, кто насмехается, но для того, кто поверит. Аминь. И вы не знаете, кто и что вспомнит о вашем свидетельстве в тяжелое время, под давлением, и сможет получить помощь. Аминь. Аллилуйя. Хватило одного свидетельства этого прокаженного. Аллилуйя. Теперь давайте помолимся за тех, кто смотрит наши передачи по телевизору или в интернете. Давайте высвободим свою веру. Отец, мы благодарим Тебя, что сила исцеления присутствует прямо там, где находится каждый человек. Сила Божья присутствует. Мы верим в силу Божью. И мы говорим этой силе войти в вас и прогнать боль, симптомы, болезни и немощи, чтобы вы были здоровы во имя Иисуса. Теперь действуйте. Делайте что-то. Делайте то, чего не могли прежде. Поднимите руки и скажите, «Я верю, что я получаю исцеление во имя Иисуса. Я исцелен». Аллилуйя. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok